Девушки отдыхают Я в Кигале, 3.45 утра, Рванда Air, Кигале International Airport Сейчас будет паспортный контроль Меня пропустили, сначала он спрашивал приглашение с турнира Но хорошо уже ребята многие сюда поезжали, поэтому пропустили даже без этого Взяли тэш на ковид, welcome to Rwanda Вхожу в город, тут меня должны встречать, вот синистной ракеткой Леонид, да? Такси с меня взял 30 долларов, ехали мы минут 15 Оставил свой номер, сказал, если что, в аэропорт он уже отвезет за 20 долларов Заходим, это паркинг, хорошая кровать, сейф, телевизор, хороший стол И вот такой вот прекрасный вид из окна Всем доброе утро Ваня тут Меня оказывается вчера встретил не тот чувак Не с турнира Обманул меня на 30 долларов В итоге еще сдачу вместо 20 евро дал мне 14 Ленчика вообще встречала девушку с ракеткой Должна была там, стояла она и еще два чувака, два водителя Они забрали, ну и все, мы ждали просто пока ребята там симку, симфор, глядя стояли И Ленчик говорит, что он тоже ее видел, она ему помахала Так нет, у меня даже кадр есть, я тебе покажу сейчас Тут меня должны встречать, вот синистной ракеткой По факту я мог сесть кому угодно И там мог, меня могли ждать 4-4 таких мужика Могли меня отработать Ну, для контента Для контента не жалко Чуть душновато Очень душновато И вот выхватывать телефоны Да, вот я вот это забываю очень страшно Вот и корты Вон они уже тут все Кто-то Даем денежку Здесь Тысячная купюра Изображена golden monkey На двухтысячный кофеек И на пятитысячный горилла Видели гориллу, это как это, из Шарм-эль-Шейха, помнишь гориллу? Которые Ну, после отеля идешь, и там гориллы стоят такие А, был такой, да Я смотрю, мне Шарм-эль-Шейха Че, устал что ли? От жаришки? На нас очень подозрительно тут все смотрят Надеюсь, телефон не украдут Первый турнир в году Ну, если не брать Ютьер и мой РТТ-кап Ну, хуже уже не будет И бац По-корту Ну, грунт вкусный Опа-опа-опа Кроссовки Легендарного отечества Турспин Вау Мы прям в парных будем Вань, первое ощущение Нормально, нормально Пойдет, тяжело пока играть? Ну, в плане... Почему тяжело? Ну, не контролируется мяч просто особо Из-за чего? Из-за высоты А сколько тут? 1650, по-моему Но в такой я не играл еще ни разу И покажи мячики, что тут они специальные Да, представьте Вот, манечка тут для хайальджи, то есть для высокогорья То есть они немножечко... Вот сейчас, допустим, мы когда вставали и играли новыми Они прям как камни были, летали, ну, очень жестко Вообще невозможно было в полян уткнуть ни одного мяча А потом подздули сейчас по... и, ну, контролируется уже более-менее Далее такой сок из манго Сейчас буду тестить Это на почту, ну что? Мало газированный Привкус какого-то дерьма Первый матч-плей Пока заимаем Денисова Леонид ГГ Мистер Бегги Аля с дредами Всем здорова Я подместный кашел ПКТБН Новая форма ПКТБН 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 Идет то, что ему нужно Идет то, что ему нужно Идем, как тренируется сборная по керлингу ПКТБН Какая пыль, 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 пыль Пыль, 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 пыль Как первое ощущение? Новый мяч вот так сидит Закончили тренировочный день Играли 3,5 часа Сейчас идем в шаттл Простим него 6.30 вечера Играли 3,5 часа 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 Трешно What's up? Шаттл Вкусная 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 Это ты надоимил Боб Марли Боб Марли Гориллы только тут Такие гориллы только тут? Да Вы считаете их Ну Стопримечательностью Горны Гориллы В Руанде Живут одни из последних горилл на нашей планете Еще один ютубер из Аргентины Трёма-мотра ютубер Тоже Хуан зовут Кстати Символично Еще один Номер на ютубер Еще ютубер Правильно Газуй 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 Поджима Красаве Приезжаем и тут нас досматривают Досмотр прошли Заходим Там мужик С автоматом Все контролирует Сегодня коктейльная вечеринка написано коктейль автор вот мы никому не скажем я точно издают мячики полотенчика водичку тут тянут ракетки 15 долларов иван с коучем приехал это брат могу русы кстати вы поставили зонтики лавочки трибуны делают повесили баннеры кафешка еще и кафешка будет супер закончили тренировочку как по ощущениям и нормально сегодня все не потяжелее по состоянию но ради мячик чуть-чуть получился бы климатизируем состояние хорошее но тяжело передвигаться по корту спокойно и за из-за высоты за год поэтому мы я на такой еще никогда не играл я был в латинской америки играл сейчас мы в паре последние на попадание вроде списки закрылись надеемся что попадем сегодня у них по-моему суббота же и у них сегодня комьюнити дэй это они нам даже всем предлагали у них сегодня день когда они вам сегодня и завтра два дня когда вся страна типа работает на благо города надо да типа они прибираются убирают чистят красят садят деревья и так далее сажают деревья именно сегодня такой день или просто суббота типа комьюнити дэй у них называется как-то ну я не помню как точно но они нам да они даже нам предлагали типа любой желающий может прийти типа им помочь вообще на любом участке города и так далее поэтому прям угол в отель ну лайк хирами ронда только тут к сожалению нужно за шаттл платить я один подписчик рассказали про канал пиар-компания движется работа работа друзья 2024 год переворот все будет хорошо так вот заребевка сеток проходит меня еще не вытянули но квала уже закончили с квалом точно вышла сетка давай я не знаю что на кого я попал а это у я не первый сейный так и знал ты попал на вал карты я знал я ты грешь что я на карту попаду да я попал на это юзуки японцы какого-то ты его закачаешь надеюсь бить буду по шарику на бина кому роду дружи меня вот сейчас вот щенгизихт вал карту анда завтра против меня будет топить местный ленчик ленчик правильный сигнал на вселенную отравлял и он говорит ну типу мне все равно у меня завтра карта вот и жеребенки еще на суженом на кармеля можно даже пиво брать можно даже пиво брать а я 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 а я я л я Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Другой отель, так как мы попали в пару, а если попадаешь в пару, то те, кто живут вдвоем в одном номере, парники, им оплачивают жилье до субботы. И плюс, там отель больше, номер по идее больше, 5 звезд, он ближе находится к центру, возможно там еще будет супермаркет, поэтому одни плюсы. Что тебя переселили? Я знаю, пока не получается. А что происходит, расскажи. Как это... А без мата? Какая-то что-то плохое происходит. Я в 11-й тогда сказал, что мне нужен номер, они говорят, что все готово, а пока ничего не готово. И они пока до сих пор не понимают, с кем я живу и что делаю. Не организовано как-то, да? Очень сильно. Они пока за него очень сильно хотят, но у них очень плохо получается. Все, давай мы погнали. Приезжай к нам. Хорошо. Мы приехали в новый отель, ресепшн. Смотри, какой фонтанчик красивый. Тут поприятнее. Ванны нет, брат. Ну, солисты эти, хочу сказать. Вообще хорошо. Сказали, здесь есть бассейн. Ваня уже на корте. Не знаю, как сыграл первый сет, было 6-6. Хорош, делает брейк, и это 5-3. Матчболл у Ивана. Ой, это натренированная свежка. Первая победа Ивана на уровне ATP Челлендера. Так и надо этому иностранцу. Полтора часа в аэропорте себе. Потому что он SIM-карту, да, оформлял? Ну, потому что он вообще не спешил. В Японии как будто не надо спешить. У них же, они же долго живут, у них 100 лет жизни есть. Вот они не торопятся. Расскажи о победе своей дебютной на Челлендере. Не, очень рад, очень рад. Он за форму играл. За форму играл. По факту, так, вы его присмотрели. Смотри на спирт. Надо там это, значит, пусть зачеркнуть и написать одиночку. Да. Слушай, неплохой матч. Но вначале было тяжело, потому что вообще я не понимал, как принять. Мячи скакали просто выше головы. Сейчас, пожалуйста, завали пока. Леня, удачи, я поехал. Давай. Блядь. Пока, Лена. Давай. Не болей. Врат победе. Первые дебеты на Челлендере. Дай бог, что будем двигаться дальше. На кортах есть кафешка. Вот блюдо. Ну, можно выбрать все. За 12 евро. Сколько можешь хочешь. А, да? Конечно. Лимитов? Да. Ладно, тогда мы. Это мой соперник, он только что взял расческу. Что это значит? Клитный бот, да, товарищи. Но правильный сигнал во Вселенной – это сила, друзья. Так никто не был уверен в том, как Леонид, что он приступит к себе карту. Красава. Только респект. Мой соперник, он уже минут 10 причесывался в туалете. Захожу на корт. Первый матч в 2024 году. Секторальный корт, трибуна со зрителями. Тут поливают корт. Камера с прямой трансляцией. Камера с прямой трансляцией. Первая победа на Челленджере в 2024. Хуанитов. Дальше меня ждет первый сильный в квале – это Алаф Айене. Я с ним как-то играл в Питере. Шли с Ваней в магазин и тут видим зубочистки. На самом деле там везде привозят, потому что на печенюхах стоял 1,25 фунтов. А, да? Английский. Да. Отделывал выпечки и тут есть биф самца. Боишь самцу? Нет, самцу опасно боюсь. Очень вкусно. Мясо тут вкусно очень. Мясо вкусное, кстати, да. Но побаиваюсь, если честно, страна. Выдали нам пакеты. Да. Вот такой вот магазинчик. Кстати, многие с ручками… Есть лигры, не ребят? Кстати, очень многие по-английски говорят. Все говорят по-английски. Все говорят по-английски. И по-французски по-английски. Это, кстати, удивительный сейчас. Вот этот вход на теннисный корт. Местные тиктокеры. Жестко. Не, а вон лучше с ними, там, Сандей Лиг идет. Вроде очень много кто играет, но ни одного… Футболиста именно из Руанды нету. Там из Уганды есть и так далее. Всякие из Ганы, Садьо Маны и так далее. Абумиянг. Абумиянг, но он из Габона, по-моему, да. А вот из Руанды, мы даже спрашивали, вообще никого нету. На удивление. Потому что из африканских хран обычно всегда кто-нибудь выходит. Хотя бы один. Официальный шаттл уехал в 3.28, хотя по расписанию в 3.30. И нас сейчас отвезет турнирный директор до отеля. Хороший мужик. Я поставил мою опыт в этот элемент. Да. Но это еще одна реальность. Да, конечно. Мы пытаемся решить много вещей. Мы ждем на весь день. И это было 3-4 дня. Да, дом, вода, comida, все. Но, я имею в виду, страна очень маленькая. Поэтому много-много проблем на самом деле. Потому что страна маленькая. Ну, ничего нету. Да, они как бы окружены вокруг. Сейчас заказывают там в Уганде. Знаете, если заказывать из Уганды, то у нас будет там и так далее. Это хорошо, что турнирный директор сам теннисист. И он понимает, что нужно для игроков. Это огромнейший плюс. И помощницы его тоже. День номер 4. Сегодня финальный круг квалификации. Я играю против Алафи Айене. Сейчас разминаюсь с Ваней Гаховом. Прервалась наша разминка. Пошел дождь. Матчи пока что приостановлены. Тайвань. Лэшбэк. Да, кстати говоря. Не мокнут реально корты. Корты вообще не мокнут. Но тут еще и песка минимальная, видимо. Поэтому она, знаете, глинистая так стоит. И за этого не намокает. Я сейчас возвращаюсь в отель. Вместе с Иваном. Водитель не знает, где находится наш отель. И везет нас в непонятном направлении. Стой. Стали на последней дороге. Он гнил. Трудом у нас довез. Корты чуть не справились с ветерком. И с дождем. Под размывом. Павлита Лерц. Мистер Лерц. Еще один ютубер. Да. Я буду делать один для рейса. Мы 6-го. 4-го. Это мрэв без ноги. Линейный. Офигеть. Хорош, Вань. Хорош. Красава. Почему-то все болеют из японцев. Матч Болонька. За выход в основу. Мужчина. Просто мужчина. На яйцах вышел на сеточку. Зажал. Я иду разминаться. И скоро сам уже пойду играть. Матч начался. К сожалению, всю дрансляцию были помехи. Поэтому я, пожалуй, отключу звук. Двойную ошибку совершает Леонид на брейкпойнте. В 6-м гейме у Леонида появилась возможность сделать обратный брейк. Леонид выходит к сетке. И нужно просто попасть в пустой корд. Но Леонид нечет легких паутей. Те, кто не любит английский язык, просьба выключить сейчас телефон. 5-4-40-15. Леонид подойдет на сет. Леонид решает срезать и режет в коренье сетки. Второй сет. И у Леонида брейкпойнт. О, Алафия Питер Спидермен. Чин, азиз. What the fuck is this, бро? Гейм. Леонид ведет с брейкпой. 5-3-40-30. Есть. Второй сет за Леонидом. Бамос. Чайо. Поть. Айдер. Семь. Счет на табло указан и верно. На самом деле сейчас ровно по четырем. И это самый ключевой момент этого матча. Леонид зарабатывает скрытый матчбол. Снова ровно. Важный мяч. Фух, еще один шанс. Снова эйс. Субтитры создавал DimaTorzok Миллиметровый аут, и Леонид терпит поражение. Немного не повезло, там вот при 4-4, были два брейкпоинта, он два эйса всунул. Несперавная игра. Ваня красавец, первая снова. Очень рад за него. Сейчас пойдем в отель восстанавливаться. Записываю живые эмоции. Тяжело находиться на кортах, видите, как другие играют, а ты проиграл, и играть еще целую неделю. Есть пара. Входим в двух блоках. Ваня тренирует снова усики отрыщил. Субтитры создавал DimaTorzok Муха ЦЦ. Это Габелла, она приближается. ЦЦ являются переносчиками трипанасомозов. Я грохнул муху ЦЦ. Мы будем жить. Даже если прихлопнуть муху чем-нибудь, она снова полетит и будет стараться укусить свою жертву. Мы на парном матче, снова судят наш судей из Египта. Тут у нас трансляция, какой-то официальный канал. Зарители. Ого, ничего себе. Ничего, вот добавилось. Где он? Где ты? Где он? Ут! Байбл! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге два раза расстроились, сначала после матча, сейчас после просмотра Тайбрейк, ужас какой Ваня сидит, мучает TBN Shop, должны запустить через два дня Хотим презентовать вам новый продукт, это TBN Shop, интернет-магазин И сейчас подойдет Иван И расскажет вам подробно Знаю, с каких пор я стал Иваном Буком, но ответственно принимает социальную роль Наша новая онлайн торговая площадка, TBN Shop, на которой будут размещены все громко заявившие о себе в последнее время бренды Идем всех желающих, надеемся, что покупать будет многое, сможете пропустить все, что вам нужно Сейчас Ваня расскажет, как можно оформить eSIM-карту в Руанде На самом деле, ничего сложного в Чирке, я думаю, вы все знаете приложение iROW, которое работает вообще по всему миру И, оказывается, оно даже охватывает Руанду Просто за пару секунд ты оформляешь, тебе дают там гигабайт, или если ты больше, плачешь, что там 8-10 долларов 8 долларов 1 гигабайт Чтобы иметь связь и не потеряться здесь На этом турнире, на самом деле, ужасный транспорт Постоянно опаздывает, либо вообще нету И мы сейчас даже едем на таксонщики Больше всего мне понравилось, когда водила приехала, сказал, пацаны, в туалет быстренько и поеду Мы такие, ну без проблем, и на 30 минут ушел И как ни в чем не бывало, вернулся, улыбаешься и говорит, поехали Хорошо, по-другому же ощущает жизнь Или когда я проехался, я час ехал один раз в городе, потому что мы в 6 отелей заехали И он никуда тоже не спешил Мы возвращались после пары, по-моему, вечерней или после матча Уже оба, уставшие я и Леня, три сета катали, ну вообще сил нету, и весь автобус такой И чувачок просто решил подцепить какую-то девчонку с собой и довезти ее до дома И мы стояли на шаттле, мы ехали, ну мне не знаю сколько, минут, наверное, 30 Из них 15 лишних, потому что мы ехали до другого конца города Встали в пробку, высадили девчонку, она всем сказала thank you, bye И мы поехали через весь город обратно, сначала до отель И потом только мы с ней добрались до нашего destination Нет, ну это как бы вверх вообще Кстати, чтобы поехать к гориллам Это пока называется страшный ценник, полторы тысячи Полторы тысячи за одного человека, чтобы поехать к гориллам Ну туда ехать два часа, правда И обратно еще два, но это все равно то матч Ну это для всех, это вот такая цена, в принципе Ну мы начали, вроде, сейчас чуть потешевле Да, но может быть, если получится поторговаться потешевле Это там говорят, что можно где-то за 300 поехать, то может быть, они бы сгоняют Мы плавно перешли к матчу первого круга, кигали челленджер Иван Денис встречается против 415 ракетки мира Ишай Ильель выступает в сборную Израиля Мы видим, что уже в первом геме напряженный розыгрыш, длинное ралли Никто не хочет отдавать, уступать, бабать, блять И блестящая линия Уф, сочно Отдал свою подачу Ваня 5-4-40-15 ведет Ишай И первый сет остается за ним Во втором сете Ивану не получилось перевернуть ход встречи Иван уступает со счетом 6-4-6-2 В любом случае, хороший турнир для Ивана Первая основа, красавец Следом шел матч Богдана Боброва И, к сожалению, он тоже уступил в первом круге Камилю Маршаку из Польши Не повезло жребием, ибо Камиль X-75 ракетка мира Да и к тому же он выиграл этот турнир Мы не переезжаем в третий уже отель Это Херитаж Сафарис Выглядит очень антуражно Это шахматы Да, вообще офигенно С гориллами Такой вот сервис В Руанде В этом отеле Входит бассейн, сауна Какой-то вот мега крутой завтрак И что самое интересное 20 минут массажа бесплатно Каждый день? Нет, просто ну один раз А, ну один раз, ну да нормально Мы сейчас пойдем сразу же туда Вот, и они завтра за нас будут играть на квартире Вот это вот наша спальня Романтик с Иваном Оле, правда кровать чуть поменьше Наконец-то Бассейн, кстати, с морской водой И пойдем в сауну еще Завтра массаж Приготовили нереально крутые призы Нормально, Симус Это для пары Для одиночки В этом финале все преобразилось И на ролико побольше Там теперь две группировки Одна группировка Трунгелеса Другая группировка Маршак И там хречка Поехали на канатку Я упаковал. И вот этот павел совошедший французский чел, который на скутере ездит. Да, да, да. Парксишка за рулем. Я, честно, с удовольствием не получил. Просто ребята, им понравилось. Ленчик. Я этот дед Богдан передал Ленчику за носу. Мне так понравилось. Такой на матч буду забирать. От конца уже возвращают. Чертел ходок. Давай попробуем. Ох, кривожопый. Он говорит, может подальше отойдем. Просто мимо кассы, да? Не размялся. Хорошенько. Сидит, сидит. Ага, видно, как французский. Нужно лицензию? Ох, кривожопый. Есть две плохие новости. Первое, это в беге закончился бензин. И второе, на меня кто-то насрал. Сука. Мусорка, я понял. Сука. Мусорка, я понял. Да, в самолете попасть. Восемь часов будет вахта. Если кто-то захочет, приезжайте. Это не смотрит. Магдан, как оцениваете ваш выезд в Роланду? Ну, как мне сказали ребята тут, они говорят, когда ты едешь в Роланду, наверняка, что ты хотел в первом турнире сыграть с Маршаком, а на втором турнире наверняка хотел передвигать с Кальвином Кеннери. Поэтому я считаю, что сетки были доступные. И я выступил недоступно. Тебе понравилась поездка? Вот сейчас еще в последний день заболел, поэтому всю гамму эмоций. А в Нарда в плюс вышел? Нарда в плюс вышел. Ну, как я уже говорил Ване Денису. Жизнь — это череда метаморфозных событий. Да, жизнь — это череда метаморфозных событий. Блядь, я сейчас как будто и не знал, да? Как будто бы да. Но я тебе подсказал, потому что эта фраза теперь у меня уже на лбу. С подписи Беги. А Иван, а у вас как ощущения от турнира? Не, ну я не буду лукавить, я рад. Он больше всех очков набрал. Ваня больше всех очков набрал. Так хороший год я еще не начинал. С самого челленджера. Ну по факту, да. И потом еще поинт. И еще поинт там. И сет у Козлова. Да, сет у Козлова. Как будто и там верилось, что можно и там было с этого в начале. Но нет, ну хорошо я могу не чувствовать. По результату, откровенно, для меня хорошо. Хорошо подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. От начала до конца поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарии, отзыв. Мы вылетаем в Доху. Надеюсь, что увидимся очень скоро. Половите нас в Телеграме. ТБН Шоп. Скоро новое поступление. Всем чао. Я думаю, у вас после просмотра ролика остались некие вопросы. Например, почему нет ничего со второй недели. Помните мою фразу в начале влога? Надеюсь, телефон не украдут. А тот самый скриншот. Наверняка подумали, что не доглядел, не обрезал. Один накаркал. У меня реально украли телефон. Он у меня лежал во внутреннем кармане теннисной сумки. Пока я разминался перед первой игрой второго турнира, кто-то незаметно его вытащил. Вы наверняка обратили внимание на мою кепку, на форму Вани Денисова, на нашу совместную парную форму, когда мы играли наш матч против Локов. И да, спустя два года с момента записи того видеоролика... Last point is yours. Да, все та и мои. В сумме контракт не дают, чтобы взять форму. Мы заключили партнерское соглашение с компанией 7-6. Нам будут предоставлять амуницию. Мы будем выступать в качестве дистрибьюторов. Поэтому все те, кто заинтересованы иметь такую же одежду, как у нас, пишите нам в телеграм-канал. У нас также будут бонусные всякие программы. Будем разыгрывать вещи. И вообще очень много всего интересного нас ждет. Снял где-то уже 10 роликов. Просто не доходят руки, чтобы это все смонтировать параллельно, потому что еще приходится играть в теннис. Я не только же блогер. К чему вообще эта вся дискуссия? Первый момент. Это моя банковская карта находится в описании. Поэтому, кто скинет с меня новый телефон, тому респект. Мне будет очень приятно. Второй момент. Хотел от вас попросить фидбэка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли создавать новый канал. Потому что из тех 10 роликов не все особо интересны. Где-то там бывает проигрыш в первом круге. Где-то очередная пятнашка. Где-то просто из-за того, что нужно держать планку и качественно монтировать, ну, тупо времени не хватает. И реально уже просто и три месяца. Поэтому, возможно, будет проще, если сделаем второй канал. И туда будем грузить вообще новые рубрики. Например, это там микрофон на теннисном корте. Как вариант. Вот. Еще что-то другое. Может кто-то еще присоединится с юниорского тенниса. Поэтому все ребята, пишите нам. Пишите, пишите, пишите. Будем снимать контент. Присоединяйтесь к нашей команде. Давайте. Либо будем работать на два канала. Будет один основной, другой второй. Либо же просто все грузим на, на котором вы смотрите, собственно, на этот видеоролик, можем грузить все туда. Но просто очень много хейтеров и вот непонятно. Вот. Напишите в комментариях, нужен ваш фидбэк. Никогда, в принципе, с вами не общался вот так напрямую. Вот. Но вот сейчас вот требуется поддержка. Вот. Ну и хочется, конечно, закончить ролик красиво, не болтовней, а прекрасными кадрами, как Богдан Бобров кушает. Приятного просмотра. Не получается жизнь начинать сначала, перевернув страницу с чистого листа. Иначе все просто открыть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok